День здоровья у меня в Калининграде, точнее уже в Калининградской области, потому что из самого Калининграда я выехал. Если вчера у меня был такой городской выпуск про Калининград, городские достопримечательности, то сегодня у нас природные достопримечательности, у нас природа. Продолжаем путешествие по Калининграду. В прошлом выпуске мы знакомились с историей города с его главными символами. А сегодня нам предстоит покинуть его. Да, друзья, именно так. Приехали в Калининград, чтобы уехать из него. В этом выпуске мы будем знакомиться с природой Калининградской области и ее окрестностями. Наш пункт назначения – национальный парк Куршская коса. Въезжая на территорию национального парка, наша задача – доехать до экологической тропы высота Эфа. Здесь мы завершим небольшую прогулку, маленькое путешествие от залива к морю. Я еду по дороге. И на первый взгляд это обычная как бы дорога, но на самом деле я в уникальном месте. Если вы знаете про Калининград, если вы знаете про Калининградскую область, здесь находится Куршская коса. Если посмотреть сейчас, где я еду сверху, так прям очень высоко сверху, то вы увидите, что здесь эдакая полосочка в море. Может показаться вам, что я еду по полосочке в море. Вот это Куршская коса. Справа от меня, вот по правую руку, вот там. Там у меня Куршский залив. По левую руку у меня Балтийское море. Спереди там уже граница, а сзади у меня остался Калининград. И вот я по вот этой полосочке, по вот этой дороге в море сейчас как раз таки и качусь. И мы здесь смотрим природные достопримечательности. Не просто природные достопримечательности, а это все дело входит во всемирное наследие ЮНЕСКО. Можно заметить, как в направлении с востока на запад меняется рельеф Куршской косы. Рельеф этот чрезвычайно молод, если вас, конечно, интересует возраст рельефов. Что? 300? Вы скажете, 300 не такой уж и молодой. Но вот когда я взбирался на Фослорок в Эмиратах, там возраст исчислялся миллионами лет. Скала Ископаемых, которая когда-то была покрыта морем, сейчас представляет собой уникальное место, куда любители приключений отправляются на хайк. Но вернемся к нашей косе. Образование ее рельефа связано с разрушительной и созидательной деятельностью человека. Около 6-7 тысяч лет назад морские волны и течения сотворили тело косы. Ветер, навевая дюны, создал рельеф. А попавшие в неплодородный песок семена растений постепенно превратили мертвую пустыню в природный рай. Кардинальные изменения в облике косы произошли в 16-17 веках. В результате вырубки корневых лесов она вновь превратилась в безжизненную пустошь. Пришедшие в движение пески пошли в наступление на рыбацкие поселки. Они заносили дороги, сцепались в Курский залив. Только в начале 19 века пагубные последствия вырубки лесов были осознаны. На косе началась реализация широкомасштабного и дорогостоящего проекта преодоления песчаной катастрофы. Проект включал формирование на морском берегу по всей 98-километровой длине искусственной авандюны, призванной защищать косу от морских волн, ветра и песка. Озеленение придюнной равнины и задержание и укрепление подвижной гряды больших белых дюн, вытянувшихся вдоль берега Курского залива. В 2000 году планово созданный ландшафт косы был включен в список всемирного природного и культурного наследия ЮНЕСКО. Чтобы вы не думали, что я вам что-то тут приврал, вот вам достоверная информация из достоверных источников. Что разделяет Курская коса? Согласно источнику Википедии, Курская коса, литература Керсио Нережа, немецким Куришнирум, узкая и длинная песчаная полоса суши, коса саблевидной формы, отделяющая Курский залив от Балтийского моря, простирается от города Зеленоградск к Ленинградской области до города Клайпеда. Вот такая полезная для нас информация. Корбабили, корыбли, бребли, бребли, простирается оттуда до туда. В чем уникальность Курской косы? Согласно источнику Курская коса, природная уникальность территории национального парка состоит в том, что это самая крупная песчаная пересыпь в мире. Важнейшим элементом рельефа полуострова является Большая дюнная гряда. Она берет начало на 16-м километре косы и тянется широкой и почти непрерывной полосой вдоль берега Курского залива. Ее средние высоты 30-40 метров, максимальные превышают 60 метров. Западные наветренные склоны Большой дюнной гряды длинные и пологие. Восточные подветренные короткие. Крутые и нередко обрушиваются на призаливную равнину, либо непосредственно в Курский залив. То, что мы видим сейчас, то есть современный обрик Большой дюнной гряды, сложился в последние 150-200 лет. Значительная часть ее закреплена, а движущиеся дюны составляют третью часть. Годимые западными ветрами дюны интенсивно развеиваются и перемещаются к Курскому заливу, часто теряя при этом большие объемы песка и высоту. Красота живых открытых дюн – самая большая ценность косы. Но она постепенно утрачивается. Для этого здесь и созданы дощатые настилы для перемещения. Возможно, вы были в Дагестане на Саракумском бархане. Там также для осмотра бархана созданы специальные тропы. Сделано все это специально, исключительно, чтобы так можно дольше сохранять эти чудеса природы в целости и сохранности. Посмотрите на эту красоту. Просто песок. Я не знаю, чистят его или нет. Кстати, видно вот эти колышки, которые укрепляют дюну, но песок прям чистейший. И чисто, очень чисто в целом. У меня такое впечатление сложилось. Сейчас нужно снять обувь, ощутить все эти непередаваемые шаги свои. Вперед борьбы с последствиями песчаной катастрофы, многие люди трудились над закреплением кочующих дюн. Но все же был один, который по праву считается победителем в этой борьбе. Немецкий лесовод Виллигельм Франц Эфа. Для закрепления высоких дюн Эфа предложил новый способ. Саженцы сосны с комом земли высаживались в невысокие прямоугольные клетки из хвороста или тростника. Позже вместо обыкновенной сосны он стал широко использовать саженцы горной сосны. Масштабные работы по закреплению дюны Петч закончились в 1891 году и спасли от неминуемого засыпания песком 18 домов. Благодарные жители поселка назвали первую вершину этой дюны высотой Эфа. А сам инспектор получил почетный титул победителя кочующих дюн. Никто до него и никто после не приложил больших усилий для превращения безжизненной пустыни в процветающий курорт. Я вам рассказал сейчас эту историю для того, чтобы вы понимали, благодаря кому мы сейчас идем с вами по этому маршруту и почему он назван именно так. Субтитры делал DimaTorzok Не знаю, какая температура воды. Давайте проверим. Температура воды в Балтийском море. Сегодня температура воды составляет 17 градусов. 17! Абсолютно нормально для меня. Я вот, блин, хотел взять с собой плавки, но оставил. Выезжал рано и что-то я забыл. А так бы я купался бы уже. В моем рассказе вы, скорее всего, обратили внимание на такое слово, как авандюна. Что это? В любом месте Курской косы для того, чтобы выйти к морю, необходимо преодолеть длинный и довольно широкий песчаный вал. Он напоминает защитную стену, предохраняющую остальную часть полуострова от штормовых волн и постоянно дующего западного ветра. Это и есть авандюна. Она планомерно создавалась в течение целого столетия. Сегодня авандюна имеет неодинаковую ширину от 10 до 70 метров и высоту от 3 до 12. Ее морской наветренный склон крутой, короткий и ровный, иногда ступенчатый. Подветренный внутренний склон авандюны более пологий, протяженный и волнистый. Как создавалась авандюна? Примерно в 50-60 метрах от уреза воды в песок в два ряда вбивали колышки высотой около 70 сантиметров. Когда пространство между ними заполнялось песком, сверху начинали вбивать второй ряд заграждений. Осенью образовавшийся вал засаживали травами, скрепляющими песок и не боящимися песчаных заносов. Травы оплетали песок густой сетью побегов и корней. Через 2-3 года в образовавшийся субстрат высаживали иву и другие кустарники. Сейчас здесь вот вся парковка, которую я вам показывал, заставлено все. И машины стоят, и на парковке все заставлено, и вдоль дороги заставлено просто со всех сторон. Машины, люди, автобусы, то есть очень много, очень много людей. А я в следующий пункт назначения. Нам предстоит небольшой маршрут протяженностью 800 метров. Это участок необычного соснового леса. Существует несколько версий происхождения его изогнутых, закрученных в кольца танцующих деревьев. От биологических и лесопатологических до биоанергетических и геономальных. В эпоху освоения Курской косы западными балтами полуостров был покрыт густыми смешанными лесами. Среди наиболее почитаемых деревьев были дуб и липа, символы мужского и женского начала. Дуб являлся также олицетворением верховного бога пруссов и куршей Перкуноса. Культ поклонения деревьям уходит своими корнями в глубокое прошлое. Предпосылкой к возникновению этого обычая явилось необычайно большое значение, которое дерево играло в жизни древнего человека. Рост дерева, его быстрое развитие весной, увядание осенью, долгий зимний сон. Все это давало людям основание считать деревья живыми существами. Святыми и неприкосновенными считались не только леса и рощи, но и отдельные деревья. Не случайно символом власти верховного жреца была кривуля, то есть посох, сделанный из изогнутого дерева. Ну что, welcome to экологическая тропа Dancing Forest. Сосновые леса сыграли на Курской косе самую важную роль в период борьбы с песчаной катастрофой. Создание лесных плантаций на месте вырубленных коренных лесов, начавшееся в середине 19 века, стало самым дорогостоящим природоохранным проектом в Европе. Неудивительно, что для создания искусственных лесов использовалась именно сосна. Это дерево неприхотливо и способно развиваться на голых песках с незначительным количеством питательных веществ. Образ дерева встречается во многих культурах. Древо жизни, древо плодородия, древо центра, древо познания, древо добра и зла, древо мира, наконец. Корни его уходили в мир подземный, ствол ассоциировался с землей, миром людей. А крона упиралась в небесную твердь, обитель богов. Дерево было источником жизни и обновления, проявлением творческих сил природы, всего чудесного, что существует на свете. В планете дерево дарило кислород. Всем земным тварям плоды. Для человека притягивало молнии, источник огня. Стоит ли удивляться, что культ дерева был очень широко распространен в древности? Культуры. Культура. Культуры. Культуры. Это? Это. По идее вот здесь. Угу. Так. Угу. 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 самым старым деревом в прибалтийском регионе считается ель растущая в швеции и около 8000 лет самое старое дерево в калининградской области 700-летний дуб черещаты в поселке ладушкин крупнейшие деревья на курской косе ту и гигантские растут в королевском бару ясень викингов игдерасель дерево символ мироздания его корни в преисподней а ветви и плоды результат действия стихий воды земли и энергии солнца ясень находящийся в центре вселенной является основой всех девяти миров а на его ветвях находится множество мифических существ друзья вот так наше небольшое знакомство с природой калининградской области мы совместили с небольшой истории с тем как это здесь все появилось надеюсь что было интересно если так то не забудьте поставить лайк и в следующих выпусках мы продолжим наше путешествие по калининграду и калининградской области пока увидимся в следующих выпусках а и Субтитры создавал DimaTorzok